Последняя надежда. Обманутые дольщики Краскова встретились с руководством новой подрядной организации, которая взялась за продолжение строительства домов на улице Лорха. Лишенных терпения людей заверили, что 2018 год они встретят уже в своих новых квартирах. Елена и Светлана Григоровы любуются своей двухкомнатной квартирой пока только с улицы. Переехать в новый дом мать и дочь должны были еще три года назад. И таких семей, ожидающих новоселья, более 600. Здесь у нас есть дольщики, у которых вообще двое детей инвалидов. Они тоже ждут и тоже переживают. Понимаете, здесь разные ситуации и разные жизненные трагедии за этот период уже произошли. Сколько людей, сколько надежд уже похоронено здесь. Конечно, мы все ждем и надеемся. Однако просто ждать и надеяться дольщики уже не могут. Из-за периодических остановок строительства, последней из которых продлилось целый год, они стали контролировать процесс выполняемых работ. На днях познакомились с руководством очередной, уже пятой по счету, подрядной организации, которая взяла на себя ответственность достроить дома. Недоработок масса, конечно, переделок. Мы сейчас с этим делом занимаемся. И по инженерным сетям там есть. Ну и по отделке тоже там не доделано много. Но будем мы это дело восстанавливать. Будем доделывать за предыдущими нерадивыми подрядчиками. По словам генподрядчика, дома готовы на 90%. До начала отопительного сезона здесь проложат наружные инженерные сети. Также для полного завершения работы остается благоустроить придомовую территорию. Найдены пути решения по финансированию. К сожалению, у застройщика денег нет. Совместно с строительным комплексом Московской области, с администрацией нашей совместно, мы решили вопрос финансирования достроя этих двух корпусов. Дольщики возлагают на новую подрядную организацию большие надежды. Хотя признаются, верить кому-то после стольких испытаний достаточно сложно. Сейчас они сравнивают состояние дома с тем, что было раньше. Кровля хорошая, сейчас сухая. Вот то, что прошёл дождь, ничего не протекло, это уже радует. Потому что кровля была дырявая, она протекала в предыдущие два года. Скандальная история с державой «Строинвест» должна завершиться в конце текущего года. Согласно графикам, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь. Ну а дольщики, правда, с неуверенностью готовятся к новоселью. Надеются, что на этот раз дом будет всё-таки достроен. Луиза Егязырян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.